Приветствую вас, дорогие друзья! В этой части мы проведем короткий бой в игру Берсерк, чтобы примерно вам показать, как происходит бой. Даже правила рекомендуют во время первой партии вашей набрать отряды на 10 золотых и на 10 серебряных кристаллов. Что мы и сделали. Каждый из игроков набрал отряд за 10 золотых кристаллов. Две карты по 5. Расставляем. И две карты по 5 серебряных кристаллов. Как я говорил во второй части, стрелков лучше ставить на вторые или на третьи ряды. Теперь расставляется игрок номер 1. Почему игрок номер 1? Потому что он первый игрок, у него право первого хода. Есть защитные кубики черного цвета, а есть белые кубики нападающие. Вот кто ходит первый, бросает нападающий кубик. Кто ходит вторым, бросает отражающий кубик. И у каждого, как вы видите, белые и черные кубики. Вот, ходит первый игрок. Он играет степями и окинийцами. Начинаем пробный бой после расстановки. И хочу вам еще рассказать. Опять же говорю, надо внимательно читать правила, все смотреть. У карт есть виды действий. Немагические и магические. И в таких табличках описано, что относится к магическому действию. То есть, магический удар, разряд, заклинание. А к немагическим относятся удары, выстрелы, метания и воздействия. Также приведена вот такая вот таблица ударов. Слабый удар, средний удар, сильный удар. И описание карт. То есть, например, карты с авангардом после вскрытия могут нанести безответный удар по стоящей рядом карте. Что такое безответный удар? Это то есть, когда противник по мне бьет, а я не могу ему ответить. И не могу от него защититься. Смотрим. Тут очень много всяких описаний. Всяких свойств карт. Это очень трудно выучить. Поэтому хорошо иметь эти правила перед собой. И правила при желании можно скачать с интернета. Начинаем игру. Начинаем ходы. И также, друзья, у каждой карты есть свои свойства, которые надо читать. Все. Игрок номер один начинает игру и объявляет удар по моей карте. Авангард. Авангард. То есть, игрок бьет, но я ему не могу ответить. Выпадает средний удар. Средний удар у карты номер три. Ой, цифра три. То есть, мне нанесли три раны. Слабый удар. Чем хороши степи, тем, что у них есть авангард. И по моим картам уже нанесен безответный урон. Ну, а теперь начинается самое интересное. Теперь начинается уже игра после свойств. При перемещении может объявиться особый удар на один. Только по существу связанности. Ну, таких существ нет, значит, я ничего не делаю. Ничего не делаешь. Этой картой я метаю по трем картам на один. Дальность три. Метание, дальность три. Это значит раз, два, три. Вот по этому ряду и по стоящим картам на этом ряду игрок может произвести свое метание. Здесь у меня одна карта. Ей наносится урон, единица. Как я и говорил, у каждой карты есть жизнь, есть сколько она может сделать ходов и удары. Слабый, средний, сильный. Страж Акинии наносит удар по ринке. Ты тоже кинешь. И вот, друзья, в начале хода противника выбранное существо надувается и получает четыре дополнительных жизни. При этом в конце вашего хода оно теряет все дополнительные жизни. Я получил две жизни, но можно сразу отнять две раны и отнять две жизни. Так, у нас не кидает. Что? Ты кидаешь. Игрок номер один. Пронес удар. У него удар сильный, а у меня ничего. Значит, я удар не смог отразить. И мне наносится четыре раны. То есть, две жизни забираются, две раны мне добавляются. Игрок номер один нанес мне два урона. Продолжаем дальше. Страж Акинии опять бьет по моему ринке. Ты защищайся. Выпал слабый удар. У меня опять выпадает промах. Посмотрим, что у нас есть. В начале боя каждый страж леса, стоящий рядом с вердантом, получает одну дополнительную жизнь. Об этом я, конечно, должен был сказать раньше. Но, так как это обучающее видео, я буду говорить все постепенно. Рядом с ним стоят еще ринки и ветви ясени. Они тоже получают по одной дополнительной жизни. Даю сюда дополнительную жизнь. Можно маркеры убрать. Здесь убираю. Остается три раны. Так, потом, что здесь? У Легорда защита от дальних атак. Максимум 16 жизней он может набрать. И когда сражается, может излечиться на Х или получить Х дополнительной жизни, где Х бросок кубика. То есть я сейчас кидаю кубик. Для этого хороши шестигранные цифровые кубики. Я начинаю им сражаться. Буду наносить удар по стражу Акинии. Но прежде я брошу кубик и посмотрю, сколько у меня будет дополнительных жизней. Мне повезло. У меня выпало максимальное количество. шесть дополнительных жизней. То есть можно три забрать. Остается три дополнительных жизни. И три раны ушло. Теперь, как я и говорил, объявил атаку по стражу Акинии. У меня выпадает сильный удар. Так как карта закрыта и рядом нету защитника, игрок номер один не может назначить защитника, у меня проходит по ней сильный удар. Сильный удар у меня пять. И я закрываюсь. Теперь Вердант тоже наносит удар по стражу Акинии. Слабый удар. Моя карта закрывается. Теперь я думаю дальше, что мне сделать. Я могу закрыть эту карту и излечить выбранное существо на 1-2-2 в зависимости от броска кубика. Но если я ее закрою, я не смогу выступить защитником ни этой карте, ни этой карте, когда по ним будут атаковать. Так, Ветвь Ясеня. Страж Леса, Стрелок, Лучник. У него особенности выстрел на Х, максимум 3, где Х дополнительных жизней на ветви Ясеня. К сожалению, их у меня нету. Но я могу нанести просто выстрел. Выстрел на 1-2-2 в зависимости от модификатора моего кубика. У меня выпадает средний выстрел. Средний выстрел 2-2 по этой карте. Карта тоже закрывается. Все, мой ход я закончил. схожу. Выстрел по 3-м. Так как у игрока номер 1 выстрел на 3, он сделал разумный ход, отошел на одну клетку, чтобы нанести урон по 3-м моим картам. Тоже очень разумный ход. Игрок переместился, чтобы я не смог ринки выставить в защиту этой карте. Средний удар. Так как карта закрыта, я ничего не кидаю и по ней проходит средний удар и одна рана. Бил. Я выставляю защитника ринки. У меня опыт в атаке, я перекидываю кубик. Да, когда у карты есть опыт в атаке, игрок может перекинуть кубик в надежде, что выпадет более серьезный удар. Ну, а я так как выставил защитника этой карте, кидаю защитный кубик. Ну, мне не повезло. И удар проходит по... Я закрываюсь. Перемещаюсь и бью. по этой карте. Угу. Хотят ее добить. Слабый. Слабый удар, а слабый удар троечка. Тоже у меня осталось один. Одна жизнь. Да. Все. Очень жалко, что у меня нету лекарей. Все, игрок номер один походил. Мои карты на мой ход открываются. Что нам придумать? Что нам придумать? Даже не знаю, что предпринять. Все-таки степи довольно-таки серьезная стихия. и таким маленьким составом лес не очень сильно ролит. Вот что я не набрал лекарей. Я делаю ход на одну клетку вперед и наношу удар по стражу окинье. Без разницы. У меня жизни. У меня слабые три. Ну, в принципе, да. Я могу не кидать кубик, так удар три. Я при любом раскладе выношу эту карту. Это, конечно, мне повезло. Теперь, да, после хода всегда надо после удара закрываться. Теперь я этой картой хожу сюда и наношу удар по стражу окинье. И сразу, чтобы не забыть, закрываюсь. Слабый удар у меня единичка. Этой картой перехожу сюда, но ничего и не делаем. И своим стрелком перехожу сюда и выстрел, выстрел, выстрел делаю по мушкетеру. Средний выстрел наношу два урона и закрываюсь. Мушкетером делаю выстрел по двум. Это так всем нравится. Да, нанес урон. Сколько был урон? один. Ну, а здесь как раз оставалась одна жизнь. Карта уходит на кладбище. у нас теперь равные шансы. Да, главное читать внимательно свойства карт, внимательно смотреть и не забывать пропускать. Перемещается на наш удар по леварну. Ну, я могу выставить ему защитника. Я выставляю защитника вердант. Сильный удар. Мне опять не помог защитник. Защитник не забывается. А, да, точно. Хорошо, что мне игрок напомнил. В защите я могу перекинуть защитный кубик. Но, опять же, мне не повезло. И проходит по защитнику сильный удар 5. Почти убил. да. Почти он вперед и убил по лучнику. Кстати, когда подходят к лучнику, он уже, если не отойдет, не может выстрелить. ход закончен. Мои карты открываются. И теперь я думаю, что мне сделать. Хожу лего рядом сюда и бью по стражу. Так, это у нас слабый удар. Слабый удар у меня три. Закрываюсь. Отхожу стрелком и объявляю выстрелом. Подожди, перенеси. А, это я по диагонали сюда отхожу. Да, есть карты, которые могут ходить по диагонали, а есть карты, которые не могут ходить. Только вперед, влево, вправо. Вот. Так. Наношу выстрел по стражу. Слабый наношу до слабого удар одну рану. И теперь вердентом хожу влево и наношу удар по стражу. Средний удар три раны. Все, закрываюсь. Мой ход закончен. Карты игрока номер один открываются. А мне даже некого поставить защиту, так как я все карты свои закрыл. Давай. Так, лучшеньком. нашелся один. Так, это получается 10 ран одна жизнь осталась. Ну, я этим забиваю. А тут при любом раскладе моя карта погибает. Погибает. Я перемещаюсь и бью полочек. Угу. слабый. Слабый. Слабый, да? Умел опыт в атаке. Ну, тоже слабый. Слабый. Две раны моему стрелку. Все. Угу. Так. Так, 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 так. перехожу сюда, наношу удар по стражу Акинея. Закрываюсь. Слабый удар 3. 3, 9, 10, 11. Да, не повезло. Хотя, хотя, я отхожу стрелком влево и объявляю выстрел по стражу. При любом расплаве я его убиваю. Счет 2-2, но не в мою пользу. На поле осталось у Степных два хороших игрока, которые мне могут нанести серьезную влево. Так. И жизни у него больше. Отхожу. Дуэльцем и наношу удар. Славный. Славный минус 3. Однажды истинцем. Так. Этим игроком наношу удар по сину. Сильный удар 5. Отхожу стрелком и объявляю выстрел опять по сину. слабый выстрел наношу одну рану. Вскрываюсь. Мушкетером подхожу и делаю выстрел на один. Умирает квартал. Подхожу этим и удар. сильный 5. Я открываюсь. Начинаю сражение и могу излечиться на X где X бросок кубика. 1. Лечу одну жизнь. и наношу удар по сину. Средний удар 4 раны. Карточка ультра редкая. Поэтому она с очень хорошими свойствами. Средний удар. Ты можешь перекинуть. Нету. Опыта в атаке нету. Ага. Минус 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 все вскрываюсь начинаю сражение кидаю кубик и две жизни мне добавляются наношу удар по этой карте. Становишь защитником. Мазар стал защитником. Так у меня сильный удар сильный удар проходит по защитнику 5 Открываюсь наношу 8 и все сильный удар меня убивает да потому что я не могу выстрелить защитника вот друзья я надеюсь вам принцип понятен пишите в комментариях что непонятно и мы постараемся потом уже более подробно показать и рассказать о процессе игры как бы могли быть у нас небольшие ошибки во время игры так как партия короткая и мы хотели ну как можно больше вам показать и рассказать задавайте вопросы если что интересно и постараемся вам ответить на них спасибо друзья за просмотр кому понравилось ставьте лайки за что вам огромное спасибо всех благ вам и вашим близким друзьям